Илита Артсплюй Продакшн представляет Всем добрый день, вас приветствует студия ProCast, Том Амод И Фокс, всем здрасте, Грязь Мы проводим данную аналитику специально для крупнейшего новостного портала в Украине Обозреватель для подраздела Киберспорт Заходите, читайте данный сайт, подписывайте, добавляйте себе в закладки Постоянно освещают все крупнейшие события, которые вообще происходят в мире И всем советую Сегодня мы решили провести аналитику шанхайского мейджора Пригласили известного ютубера Михаил Арксплей Всем привет Сегодня втроем мы проведем аналитику имеющихся команд, имеющихся групп, их перспектив И выведем чемпиона каждого по итогам всего турнира Узнаем, насколько оправдались наши ожидания Что вообще представляет из себя мажор? После пятого интернешнл компания Valve решила по аналогии с Counter-Strike Как сделать три турнира в течение года, кроме крупнейшего из них То есть интернешнл И уже прошел один мажор, сейчас пришло время второго мейджора Первый мейджор был во Франкфурте, разыгрывала там стабильно 3 миллиона долларов Победителями вышла команда OG, второе место Team Secret, третье Evil Genesis и четвертое E-Home Сейчас подошло время следующего мейджора, который пройдет в Шанхае в Mercedes-Benz арене Призовой фонд остался таким же 3 миллиона долларов 16 команд будет участвовать, давайте перейдем к обзору команд Да, в общем, первые инвайты на мейджор получили у нас в этот раз команда OG, Evil Genius, Team Secret, E-Home, Zdeck, Vichy Gaming, Virtus.pro и Alliance Через квалификацию прошли команды Team Liquid, Team Spirit, Team Arcon, Complexity, LGD Gaming, Newbie, Fnatic и MVP Phoenix То есть неплохо так поступили организаторы, они позвали чемпионов прошлого мейджора, чемпионов интернешнл В принципе все сильнейшие составы из СНГ туда попал только Virtus.pro по прямому инвайту И дальше уже были региональные квалификации, две команды из Европы, две команды из Америки, две китайских, две из все В принципе довольно-таки равным кажется мне этот мейджор по составу, будет интересно в любом случае, нельзя выявить очевидного фаворита Кстати, хотелось бы сказать, что призовой фонд турнира 3 миллиона долларов фиксированный, можно покупать компендиумы, но не прибавляется призовой фонд Первое место заберет с собой 1 миллион 110 тысяч долларов, второе 405 тысяч, третье 315, огромнейшие суммы надо сказать И это действительно классно Итак, 16 коллективов были разъедены на 4 группы Давайте перейдем к обзору первой группы, в которую попали команда E-Home, MVP Phoenix, Team Secret и команда SDEC SDEC, которые на прошлом интернешнл заняли второе место, показали себя совершенно с неожиданной стороны, прошли открытые квалификации, прошли из нижней сетки, стали чемпионами И вот сейчас мне действительно интересно, насколько эта команда сможет себя показать Вообще, давайте я представлю сейчас все эти команды Итак, Team Secret, Eternal Envy играет роль Carry, V33 Solo Mid, Misery на Hard линии, Puppei Semi Support и Pileidai Full Support Давайте рассмотрим достижения коллектива в этом сезоне Ну, они заняли, получается, седьмое-восьмое место на Mars Dota 2 League Но это не очень хорошее, на самом деле, достижение Вообще, они серебряные призеры прошлого мейджера, стоит об этом тоже упомянуть И пятое-шеестое место на последнем Starladder Из самого важного Хотелось бы отметить, что Team Secret, они как команда в этой мете, по-моему, не совсем хорошо себя чувствуют То есть, будучи грозным противником, собственно, в прошлой доте с прошлой метой Сейчас они изрядно подрастеряли позиции И вот, собственно, эти самые места, которые седьмое-восьмое-пятое-шеестое Они об этом говорят Не совсем стабильно играют ребята И пробуют, конечно, что-то новое Пробуют какие-то нестандартные пики Видели мы от них и Air Spirit, того же самого, в мид, довольно металлого Но это не всегда заезжает И против топовых коллективов, других топовых коллективов Это все смотрится не всегда так хорошо, как хотелось бы Вот Михаил? У Team Secret самый большой плюс, что у них есть один из сильнейших лидеров Это Пупей По факту он один из сильнейших лидеров Также есть сильный игрок типа Internal Envy Но чего-то им не хватает, они не могут войти в свою колею Ну и опять же, и Виха тоже топовый игрок Так, Виха это топовый игрок 8000 ММР все так же держится У Team Secret есть проблема Именно результаты последних турниров Они не особо действительно внушают доверие Они, бывает, не могут собраться против коллективов Которые даже немного ниже по уровню находятся И команда начала сдавать свои позиции Именно после патча 6.86 Давайте итоговый прогноз по данному коллективу Ну, я считаю, что в своей группе команда в принципе является лидером В принципе должна пройти в сетку Но какие-то сомнения все-таки есть Все-таки оппоненты их сильны Как вы считаете? Ну, я бы с тобой согласился по поводу того, что они являются лидерами Если бы в их группе не было E-Home Которые здесь, конечно, явные фавориты все-таки Но Team Secret вполне себе могут занять вторую строчку в своей группе Тоже выйти в итоге в сетку венеров Скорее всего, так оно и будет Хотя с ними еще попадаться могут с деки Но опять же, нам нужно не забывать, что Team Secret в любом случае это сильная команда В любом случае она одна из самых сильных команд Но E-Home, я думаю, будет посильнее Так, и давайте тогда перейдем к обзору команды E-Home Так, команды E-Home Сейчас, секунду CTY играет на кэри AllChickenSoloMid Eleven HardLinia LanM SemiSupport И KK FullSupport Достижения в этом сезоне? Ну, у этих ребят первые места везде, где только можно Кстати, турниры на самом деле Два из них, во всяком случае, не настолько крупные То есть Dota 2 Radiant and Dire Cup Которые заняли первое место Не самый большой турнир С другой стороны, заняли первое место, опять же, на MDL И четвертое место на Frankfurt Major в прошлом То есть тоже очень серьезно все это И вот эти ребята, по-моему, в мете себя чувствуют просто великолепно О чем говорят как раз места на последних турнирах Мы от них, очевидно, увидим достойную игру На этом турнире они являются, наверное, главными фаворитами Как и в этой группе Да, действительно, многие их представляют Михаил? E-Home, да, это одна из самых старых команд То есть, получается, она 2011 года, как и Fnatic И сейчас реально они просто показывают высший мастер-класс игры Я смотрел последние игры их Их преимущество в том, что они, во-первых, научились великолепно банить Они сейчас просто у всех перебанят сигнатурных героев И будут выигрывать их Все, что можно, они заблокируют Все, что может им помешать Конечно, то есть, даже, ну, если они тупо выйдут против Альянсов Логично, они просто возьмут, забанят, там, Лондруида И Фуриона Все, профит Ну, очень сильная команда Билзон, это фаворит Опять же, они делают Еще самое главное, что Оригинальные пики Враги не могут подобрать к ним подхода никак Ну, в принципе, я соглашусь У меня команда E-Home тоже кажется лидером группы Нариду с Сикрет Команда действительно сильна И если на прошлом мажоре это было четвертое место Скорее всего, на этом они войдут в топ-3 Лично я считаю так Перейдем к обзору остальных двух коллективов Они, конечно, не столь грозно смотрятся на фоне их оппонентов Но все же Команда Сдек Агрессив Кэрри Шики Соло мид ХЗ Хардлиния Кью Семи саппорт И гардер Фулл саппорт Что касается достижений в этом сезоне Пятое-шеестое место на прошлом мейджоре И первое место на ESL 2015 Дота 2 Атом В общем-то Сдеки Команда неплохая И на интернешнале На прошлом они себя показали просто с лучшей стороны Проблема здесь лишь в том, что Они играют по-старому И в этой мете тоже Ничего особо из себя вроде не Не представляют Слишком как-то я Грубо сказал это В общем У них очень мало игр было На каких-то больших турнирах И их по-моему всего 26 То есть Я где-то читал статистику Я думаю, что они либо топ-2, либо топ-3 в этой группе И с секретами в принципе могут попадаться вполне себе Но это наверное все, что можно о них сказать Ну Сдек реально довольно сильная команда В свое время я за нее болел, когда вот впервые ее увидел Там Агрессив тоже сильный игрок Ну само собой Не сказал бы, что они могут победить там Ехолм Там Егэ То есть это не топ-1 команда однозначно А вот с секрет они реально могут побороться Они могут ее удалить Так, мнение достаточно интересно Лично я считаю, что команда Сдек Знаете, это та самая команда От которой мы совершенно ничего не ожидали На прошлом мейджоре Мы совершенно ничего не ожидали И на интернешнале, когда они вошли в топ-2 И знаете, что команда Сдек Она будет удивлять, я уверен Когда на кону такие ставки Команда должна приезжать со своими заготовками И должна выигрывать Должна стараться показать свой максимум Перейдем к обзору последнего коллектива в этой группе MVP Phoenix MP на Carry QO Solo Mid 4F Hard Line Febby Semi Support И Dubu Full Support Так, достижения в этом сезоне всего лишь одно Game Show Global Esports Cup Season 1 25 тысяч долларов они выиграли MVP явные аутсайдеры этой группы Они скорее всего также аутсайдеры турнира Им там пророчат чуть ли не последнее место Не знаю, совершится ли это, конечно Но в целом ребята выглядят довольно слабо На уровне собственных оппонентов И это единственное, что я могу сказать По поводу этой команды Ну я полностью, естественно, согласен с этим Я знаю коллектив MVP Phoenix И MVP Hot Как бы два коллектива Одна организация Однозначные цдеки Они сильнее этой команды Это 100% Ну, этой команды просто шансов 0 Ну, кроме стеков, конечно, есть еще оппоненты А давайте перейдем к тому Кто с кем будет играть 25 февраля 4 по Москве Одновременно идут два матча Yee-Home против MVP Phoenix В матче Best of 3 И Secret против Stek Победители этого матча Дальше играют между собой И стоит выиграть Получается всего лишь два матча Чтобы пройти уже в сетку винеров Играют между собой проигравшие Также и тот, кто проиграл в финале винеров Играет с тем, кто прошел дальше полу-узерам За определение второго человека В верхней сетке основного этапа мейджора Yee-Home против Phoenix Ваши ставки? Ну, лично я ставлю на Yee-Home Безусловно, Yee-Home Однозначно, Yee-Home Secrets Deck Ммм, секреты Ну, шансы равны Примерно равны Команды Нужно выбрать все-таки На кого ты ставишь Team Secret Я ставлю на Team Secret Ну, тоже Team Secret, да То есть мы считаем, что Yee-Home и Secret Между собой будут определять Первого участника верхней сетки Давайте попытаемся и этот матч спрогнозировать Ну, я думаю Однозначно, здесь тоже Yee-Home выиграет Team Secret, они не настолько сильные Угу Yee-Home выиграет Secret Я почему-то так же считаю, что Yee-Home станут первым участником верхней сетки Да, это опять же здесь будет единогласно у нас Мне тоже кажется, что Yee-Home И я считаю, что секреты разберутся в нижней сетке И, соответственно, выйдут из группы Yee-Home и Secret Вы согласны? Да, полностью Итак, наш прогноз Группа A, Yee-Home и Secret выходят вместе В верхнюю сетку Phoenix или SDEC Кто же займет третья, кто четвертая SDEC, мне кажется, они выглядят посильнее А Phoenix явный аутсайдер Однозначно, Phoenix последнее место CDEC, ну, 100% сильнее Phoenix В этом я так же с вами согласен Давайте перейдем к группе B Состав группы B The Alliance, Team Spirit, Vichy Gaming и Fnatic Стоит отметить, что Team Spirit прошли через квалификации Fnatic прошли через квалификации Соответственно, в принципе, здесь две команды приглашены И двое прошли через квалификации И сразу же встречаются между собой приглашенные и квали Имеет ли это какое-то значение? Или команды все одинаково готовы? Как вы считаете? Значение, разумеется, имеют Команды из квалификации в этой группе смотрятся все-таки послабее Но я думаю, это все забегание вперед легкое И нам нужно, наверное, вначале обсудить команды Да, давайте посмотрим Команда Alliance Loda играет на Carry S4 Solo Mid Admiral Bulldog Hard Line Akia Semi Support EGM Full Support Достижения в этом сезоне? World Cyber Arena 2015 Заняли они первое место И первое место на 13-ом Starlight Это патч Альянсов, как многие уже говорят Апнули их сигнатурных героев И та мета, которую они играли в 2013-ом году Она потихоньку возвращается Даже не мета, а сама стратегия со сплитпушем Она стала актуальнее Она стала сейчас преобладать над всем остальным Альянсов действительно интересная команда И я считаю, что на этом турнире они имеют Очень хорошие шансы У них есть, так сказать, свой стиль игры, что ли Которые все понимают, все его осознают Но довольно сложно с ним бороться И как-то его законтрить Стритов подразумевает то, что Мидер у них занимает как бы Третью позицию В итоге Ахардлейнер и Кэрри занимают Первые две по фарму Ну и в общем это все довольно долго объяснять Но альянсы молодцы Альянсы могут показать хорошую игру И я бы даже сказал, что я болею за них на этом турнире Но про альянсов тоже могу сказать только хорошее Узнал я про них в 2013 году Вообще я впервые увидел команду Вроде понравился стиль игры, начал болеть В итоге выиграли International Ну то, что про патч Безусловно это их патч Фурион начал делать деревья с помощью аганима У медведя добавили скилл Это все понятно Это все для них идеально Комментатор сказал, что это один комментатор Чтобы убить альянсов Нужно просто выпустить обновление в доте И убрать эти скиллы Все, альянсов не будет На самом деле я говорю уже, что Типа E-Home они могут легко законтрить альянсов Просто забанив, грубо говоря, двух героев Это Лондруид и Фурион То есть без этих героев альянсы Ничто Да, могут возникнуть такие проблемы Но я считаю, что альянсы не только Основывают свою серию побед Которая недавно была какая-то просто колоссальна На игре через Фуриона и Лондруида Я считаю, что они в принципе вполне готовы И в общем к турниру, и к такой группе Могут войти в топ-5 Могут побороться даже за чемпионский титул Лично мой прогноз Альянсы пройдут очень далеко по этой сетке Давайте рассмотрим их оппонентов Тим Спирит Молодая команда, прошедшая через квалификации Рамзес-666-кэрри Айсберг-соло-мид Афтер-лайф-хард-линия Always-Wanna-Fly-Semi-саппорт Габлак-фул-саппорт Достижения в этом сезоне? Пятое-восьмое место на МДЛе И девятое-десятое на тренадцатом Старладере Тим Спирит Коллектив нестабильный, я бы сказал И они показали великолепную игру На квалификациях на мейджор Но вот после этого После этого все у них пошло не так радужно Но с другой стороны Все-таки потенциал у команды есть И они могут постараться пробиться Может быть в топ-8 даже Но это, конечно, навряд ли Но все-таки определенный шанс есть у них Да и вообще команда представляет из себя Довольно интересное сочетание То есть это довольно опытные игроки Габлак и Always-Wanna-Fly И вместе с ними идут игроки новые То есть Трамзе, Сайсберг, Афтерлайф В общем-то сочетание молодости и опыта Что еще нужно для побед? Казалось бы, ну вот Может быть они сыграются Может быть у них все будет еще хорошо на этом турнире Я недавно друга спрашивал тоже про эту команду Он почему-то верит, что они выиграют этот турнир Как ни странно Я, конечно, в это абсолютно не верю Считаю, что команда такая довольно слабая В Габлака я не верю, честно говоря Ну, согласен, что где-то топ-8 В топ-5 точно не войдет Для топ-5, я думаю, у Спирит просто не хватит опыта Именно этих молодых игроков Они не так много опыта имеют на ланах Им буквально стоит предстоит Прямо по ходу этого турнира Привыкать к этой атмосфере И даже взять того же Рамзе со 666 Я, насколько помню, ему то ли 16, то ли 17 лет Не думая, что в 16-17 лет ты бывал уже на стадионах С такой атмосферой, с таким криком У него могут просто, условно говоря, задрожать руки, ноги И не говорю, что Рамзе сыграет плохо Но молодость это то, что будет являться преградой Для этой команды Кроме того, Габлак хоть и является одним из лучших капитанов мира По версии многих этих самих капитанов Иногда не на полностью реализует свои идеи Не на полную В принципе, для Спиритов очень сложная группа И я не особо-то и верю в них По итогам всего мейджора Место восьмое, девятое, где-то так Самый максимум для них Вот такой мой прогноз Давайте перейдем к остальным двум участникам данной группы Команда Вичи Гейминг прошла у нас По прямому инвайту В этот турнир И представляю команду Вичи Гейминг Бёрнинг, Кэрри Супер, Соло Мид Айсайсайз, Хардлиния Ф, Вайсэмисаппорт Фенрир, Фуллсаппорт Достижения в этом сезоне Ну, из этого сезона у них разве что только пятое и шестое место на The Frankfurt Major Вичи Гейминг сильная команда Они сильная команда И они могут адаптироваться под эту мету довольно неплохо Но, опять же, как я понимаю, игр им пока не хватает Именно профессиональных Именно на каких-то крупных турнирах Но все же Всегда во всех турнирах, в которых участвует Вичи Гейминг Их воспринимают как грозную силу Так что и в этот раз Не стоит отходить от традиции Я думаю, что в топ-5 Они даже могут попытаться прорваться, побороться Ну, я, в принципе, полно согласен, что Вичи Гейминг Команды не слабые То есть топ-4, топ-5, я уверен, они войдут Опять же, хорошие игроки Там, Ice Ice Ice, это Любимчик публики, так сказать Хорошая команда, сильная Топ-1 точно нет, но топ-4, топ-5, я уверен Вообще, Вичи Гейминг сейчас занимает Четвертое место по рейтингу Джоин Дот среди абсолютно всех коллективов Но их последний матч был Аж 30 января То есть до этого турнира почти месяц Они не принимали участие в официальных играх В январе винрейт был 58% В принципе, Вичи Гейминг Это команда именитая, команда сильная И команда боевая, но я думаю, что Некий недостаток формы Может сыграть свое по ходу Всего этого турнира Давайте перейдем к обзору последней команды Из этой группы Команда Фнатик прошла через квалификации Играют Муши, Соло, Мид Мид, Ван, Соло, Мид Кстати, у них одинаковая роль заявлена Действительно, это так Диджей в хард-линии Охая, Сэми, Саппорт И Нед, Фулл, Саппорт Чаще всего Муши будет пересаживаться на Кэри По достижениям, да 13-16 место на Франкфуд Мейджор И 7-12 место на 13-м Старладере Если честно, я мало могу сказать про Фнатик Они не выглядят особо сильным коллективом И я не думаю, что претендуют на серьезные места в этом турнире Тоже, может быть, могут побороться за ТОП-8 Но я сомневаюсь в этом В принципе, согласен полностью Тоже знаю команду Фнатик давно Команда 2011 года Муши всем известен Однозначно 10-8 место Потому что команда слабая То есть ты в них не веришь? Вообще не верю, никак просто Посмотрим И давайте перейдем непосредственно к матчам 26 февраля В 4 по Москве Альянс против Team Spirit Вичи Гейминг против Фнатик Ну и дальше уже, собственно, как я и рассказывал Победители Апределяют между собой, кто проходит Дальше в верхнюю сетку И Проигравший в этом матче падает в сетку Лузеров Этого мини-турнира в группе Выиграв там, пройдет так же Давайте Альянс, Team Spirit Альянс Альянс Да, я к вам присоединюсь Альянс и Team Spirit Должны проходить Вичи Гейминг Фнатик Вичи Гейминг Вичи Гейминг 100% Я не рискну так же поставить на Фнатик Альянс Вичи играют По нашему мнению Виннерах Кто дальше? Альянс должны побеждать Вичи Гейминг Как мне кажется Очень сильная команда сейчас Но сейчас она реально Сатая Очень сильная Поэтому здесь она точно выиграет 100% Тут даже не то Что насколько сильный Альянс А недостаток игрового опыта У Вичи Может проявиться Хотя опять же Кто знает Что там они запланировали Какие пики привезли с собой На этот турнир Какие заготовки Но я так же считаю Что Альянс Должны их пройти Но По итогам группы Я верю Что Вичи Даже у Пафа Лузера Выйдут В верхнюю сетку Всего уже Мейджора То есть Моя ставка Альянс И Вичи Да Моя тоже Согласен полностью Мне очень нравится Наши единодушия Переходим в группе С ОГ Тим Архон LGD Gaming И Ньюби С кого начнем С ОГ Давайте действительно Начнем с ОГ ОГ Победители прошлого Мейджора Очень крепкий Очень сильный коллектив Коллектив Со стилием Который меня безумно Привлекает И Мне конечно Не хочется За кого-то Топить На этом Мейджоре Но ОГ Могут Их состав Miracle Carry Big Daddy Solo Mid Moon Minder Hard Линия Creed Semi Support И Fly Full Support Что интересно Именно Big Daddy У меня Показывает Как Solo Mid Хотя Конечно Это не так В Solo Mid Стоит Miracle Они довольно Часто Свапаются Да Miracle Big Daddy Moon Minder Creed И Fly По достижениям Команды Достижений Очень много Да Их приличное Количество И В них Ходит Первое место На прошлом Мейджоре Что немаловажно Также Первое место На DreamLeague Season 4 Третье место На Четвертом Саммите Второе место На Пятом Дефенсе И Четвертое На МДЛ ОГ Невероятно Сильная Команда У них Был Небольшой Спад Как мне Кажется После Мейджора Слегка Они Расслабились Не Совсем Хорошо Показали Себя На Том Старлад И Опять По Моему Хотя Сейчас Могу Запутаться Но Ладно В общем То ОГ Есть Очень Сильный Мидер О Котором Не Стоит Забывать Miracle Просто Невероятный Игрок Он Показывает В каких-то Определенных Моментах Невероятные Вещи Соответственно Есть Достаточно Сильный Капитан В лице Флая И Это все В итоге В совокупности Может привести Команду Чуть ли не В топ Один И Наверное Я ставлю Что в топ Пять Они точно Войдут Должны Входить Без шансов Ну Я согласен Что это Одна из Самых Сильных Команд Самый Главный Ее Минус В том Что Она Как бы Тоже Нестабильная Она может Спокойно Стать Топ Один При этом В ней Нету Такой Уверенности Ну Миракли Само Собое Все его Знают Топовый Мидер Но В таких Командах Зачастую Не хватает Просто Одного Топового Мидера Надо Чтобы Еще и Остальные Играли Они Играли Уже С ЕГЭ Кстати Вот Последняя Игра Я смотрел Против ЕГЭ Там Они Два Раза В двух Играх Пикали Виспа И Просто В салат Проиграли То есть Это Или Они Сейчас Пытаются Экспериментировать У них Не Получается Или Просто Они Кидают Пыль В глаза И Хотят Реально Выиграть Занять Первое Место Ну Я Хотел Добавить Ко всему Вышесказанному Что После Сразу Непоследственно После Мейджора ОГЭ Взяли Дрим И Лигу В принципе Это Прибавило Еще Уверенности Дальше Конечно Был Небольшой Спад Но Звездный Мидер Среди Всех Участвующих Вообще На Интернешнл Игроков У Мира Кладет Самый Большой Одиночный Рейтинг Я Все Так Я считаю Уходят В число Фаворитов Я Даже Не знаю Что Может Им Здесь Помешать И Естественно У них Имеется Несказанно Классная Синергия В лице Биг Дэди И Флая Которые Играют Вместе Уже Бесконечное Количество Времени Мун Миндер Против Которого Они Играли Еще В Хоуне Теперь Присоединился С ними В одну Команду Я Думаю Что В данном Коллективе Отличная Именно Атмосфера Атмосфера Самое То Что Нужно Чтобы Выбивать Даже Коллективы Которые Сильнее Вас Поэтому Я В ОГА Верю Против Них Команда Будет Тим Архон Архон Джей Йо Кэрри Манки Сфоревер Соло Мит Му Хардлиня Вайт Берт Семи Саппорт И Флаф Фул Саппорт Тут Даже Нет Достижений Хотя Я уверен Что Что Нибудь Не Особо Серьезное Из Американских Турниров Они Взяли Архон Прошли По Американским Квалификациям Совершенно Неожиданно Для Остальных Участников Этой Американской Квалификации Архон Насколько Я Помню В Июле Организовалась Это Команда Она Очень Молодая Именно Поэтому Шансов Нет Давайте Дадим Сказать Сергею Я В Явные Олсайдеры Турнира И Вряд ли Они Уйдут Куда-то Далеко До Топ Восьми Не доберутся Скорее Всего Точно Хорошо Переходим К следующему Коллективу LGD Gaming Грозная Китайская Сила Силар Кэри Мэйби Соло Мид Ротэка Хардлини ММА Сэми Саппорт ДДС Фулл Саппорт Достижения В этом Сезоне Седьмое Восьмое Место На Фрагмент Мейджер Второе Место На Кибер Спорт Арена И Третье Четвертое На Старладре Сильная Команда Тоже Не стоит Принижать Силу Здесь Очень Сильные Мидвер И Кэри У которых Если я Правильно Все Помню Даже Наименьшая Статистика По Смертям За Какое-то Бешеное Количество Игр То есть Вот Но С другой Стороны Есть Ротэки Который Вроде бы Хороший Капитан Но Занимает Роль Хардлейнера В своей Команде И С этой Самой Сложной Линии Ему Уйти Без Смертей Практически Никогда Не удается В общем-то Он Может Утащить Свою Команду На Дно В одном Или Двух Матчах На Фиде Вражеского Кэри Шансы Лжди Хорошие И Я думаю Что Они Могут Даже И В топ Пять Попытаться Войти Но Опять Как Пойдет Ну Команда Само Собо Она Не Самая Слабая То Я Даю Ей 100% Топ 6 Ну Шестое Место Думаю Занимала Она На Интернешнле То Третье Место То Пятое Место Такие Места У нее Но Топ Один Здесь Точно Нет Уверена Да Определенно Лжи Гейминг Занимает Сейчас Пятое Место По рейтингу Джон Дот Я Все Таки Считаю Что LGD Является Одним Из Фаворитов Даже Несмотря На То Что Первое Место Я Им Точно Так Не Отдал Для Первого Места Чего То Все Таки Не Хватает Противостоять Им В первом Матче Будут Команда Ньюби Ньюби Хау На Кэрри Му Соло Мид Ксяо Тулей Харт Линия Чуань Семи Саппорт Ле Фул Саппорт Не так-то Много Достижений В этом Сезоне Да Второе Место На Шанхай Дота 2 Опен И Пятое Шестое На Собственно Мастер Дота Два Лиг Но У них Появился Чуань Чуань В команде Вот Перешел Он В Ньюби Совершенно Недавно По-моему И С ним Они Все-таки Могут Заиграть Новыми Красками Я думаю Что Есть У них Шансы На Турнире Хотя Опять же Опять же Не особо Серьезные Но Побороться Может быть Даже С какими-то Топовыми Коллективами Они Вполне Способны Возможно Даже С Лжи Динь Ну Команда Само Собо Она Довольно Слабенькая Хотя Я думаю Многие Помнят Что Она Заняла Первое Место Интернешн 14 Года А На Интернешн 15 13 Место То есть Полностью Упала На Последних Турнирах Она Занимала 13 8 Места Слабая Команда Здесь Ничего Не светит Может Восьмое Девятое Место То есть Вы В команду Ньюби Не верите Вообще Никак Да Это Действительно Это Уже Действительно Не те Чемпионы Которые Кратком Я помню Последнюю Игру Интернешн 16 Минут Здесь Такого Уже Не будет Февраля В 4 По Москве ОГ Тимархон И ЛГД Гейминг Ньюби Ваши Ставки Ну Разумеется ОГ Должны Побеждать ОГ Но ОГ Согласен Однозначно ЛГД Гейминг Ньюби Ньюби Могут Побороться Я Не сильно Удивлюсь Если Ньюби Победят Но Все-таки По-моему Фаворитами Является ЛГД Тур Согласен Что Ну ЛГД Однозначно Сильнее Считаю Что ЛГД Пройдут Уверенно 2-0 Дальше Как мы Считаем Будут Играть ОГ И ЛГД Ставки ОГ Ну ОГ Это Одна из Фаворитных Команд То есть Однозначно Она Выиграет По-любому Я Также Верю В ОГ ЛГД Архон И Ньюби Кто Из них Пройдет Дальше Если Если Мы Верим В ОГ То Нам Предстоит Выбрать Одного Из этих Трех Команд И ЛГД Вы Не Верите В Ньюби Но Мне Кажется У них Все Так Есть Шанс Но Да Скорее Все Конечно ЛГД Но Может Ньюби Знаете Какой Минус На самом деле На Любом Интернешнале Были Совершенно Непредсказуемые Результаты Мы Продолжаем Ставить Только На Явных Фаворитов Если Это Весь Интернешнл Пройдет Победам Явных Фаворитов Это Будет Что То Странное Весь Мажор Но Я Не Стесняюсь Называть Его Интернешнл Пока Собственно До Интернешнл Еще Достаточно Длительное Время Полгода И Действительно Это Является Сейчас Центральным Турниром Я думаю Что Хоть Одна Из Команд Должна Нас Удивить Если Сергей Верит В То Что Команда Ньюби Сможет Что Хотя Бы Показать Хотя Бы В Рамках Предела Этой Группы Давайте Ему Поверим Запоминаем Что Нужно Пристально Следить За Ньюби Так Ну Вообще Считаю ОГ И Лдж Давайте Перейдем К Группе Д Последняя Группа Evil Genesis Complexity Virtus Pro И Team Liquid С Кого бы Начать Давай С Егэ Давай Действительно Начнем С Достижения В этом сезоне Третье место На Франкфорд Мейджор И первое На Четвертом Саммите Evil Genius Это Наверное Самая Стабильная Команда Которая Сейчас Есть Вообще В Профессиональной Доте Тут Просто Не знаю Какая-то Бешеная Комбинация Из Невероятно Сильных Игроков То есть В первую очередь Конечно Стоит Отметить PPD Который Сейчас Самый Сильный Капитан В мире Наверное Ну Точно Один Из Самых Сильных Может По Песне Может Поспорить Или Кто-нибудь Еще Молодое Дарование Дарование Сумаил Артизи Который На Керри Позиции Тоже Чувствует Себя Довольно Комфортно Universe Сфер В общем Команда Команда Которая Тоже Может Войти В Топ Один Этого Турнира Я думаю Многие В них Верят Многие На них Ставят Ну Само Собой Команда Все знают ЕГ Это Одна Самых Известных Команд Ну ППД Правильно Он считается Топ Один Командиром Лидером Если Еще Посмотреть Да Они В последнем Турнире Капитан Драфт Заняли Первое Место И В Доте Есть Что-то Типа Такой Порч Если Команда На Таком Нормальном Турнире Заняла Первое Место Она В следующем Уже Не Занимает Поэтому Так Ты считаешь Что ЕГ Неявно Команда Номер Один В мире Да Может Второе Третье Но Не Первое Ну Я Считаю Что За Победу Они Будут Бороться ЕГ Это Одна Из Самых Медийных Команд В Настоящей Времени ЕГ Кстати Скоро Придут В Киев Это Будет Достаточно Интересно ЕГ Иногда Странно Драфтят Как По У нас Появляется Также И Лина Появляется Бэтрайдер Что На Миде Что В Сложной Линии Появляется Лоан Друид Винга Инвокер В принципе Стандартные Герои Но Иногда ЕГ Могут Удивить Даже Самих Себя Возьмут Ли Первое Это Конечно Большой Вопрос Хотя Я В них Достаточно Сильно Верю Насчет Странных Пиков Я Кстати Помню Горел С того Что На МДЛ Они Пикнули Элдер Титана В Одной Игре Да Вот Как раз Я про это И говорю Что ППД Классный Капитан Его Другие Капитаны Также Назоват Одним Из Самых Сильных Самых Продуманных Капитанов В мире Но Иногда ППД Разгоняется Только Лишь По ходу Турнира Перейдем К их Оппонентам По Первой Игре Команды Комплексити Чесси Кэрри Лимб Соло Мид Свиндл Меланс Хар Линия Зеф Риг Саппорт Сэмисаппорт И Ханскен Фулсаппорт По достижениям Даже особо Нечего У них Отметить Кроме Того Что Прошли Американскую Квалификацию Со второго Места Да Вышли Со второго Места В квалификациях Самого Слабого Наверное Сейчас Гегиона В плане Доты 2 Ну Я бы тоже Не пророчил Этой команде Какой-то бешеный успех В своей группе Она выглядит Слабее Всех остальных Команд Собственно Ну и на турнире Тоже должна Занимать Одну из Последних Строчек По итогу Полностью Согласен Что Именно в своей Группе Эта команда Самая слабая То есть Ну Ей ничего не светит Точно Просто ничего То есть Ты прям Думаешь Что комплексити Даже не попадают 2-0 Ег Так Ну конечно Я просто знаю Команды эти Но эта команда Очень слабая Ладно Посмотрим Что же нам Покажет Непосредственно Сам турнир Осталось Всего лишь Две команды То есть Команда Virtus.pro Единственная Из команд СНГ Получившая Прямой инвайт Команда За которую Лично я буду Неистово болеть Верить в них Команда С новым Кэрри Сайлент На Кэрри Гот Соломид ДК Фобос Хардлиния Лил Сэми Саппорт ФНГ Фулл Саппорт Достижения В этом сезоне Седьмое Восьмое Место На Франкфуд Мейджора И второе Место На четвертом Сэммите Virtus.pro Как СНГ Коллектив Они тоже Довольно Нестабильны У них Может случиться Какой-нибудь Подъем И они могут Победить Даже явных Фаворитов То есть Все мы помним Пример Интернешнл Где они смогли Собственно Выкинуть Секретов Можно сказать С турнира Также В своей группе Они могут Очень серьезно Побладаться Но Я бы Тоже не пророчил Им каких-то Больших успехов Могут Выпустить Середину Турнира Вполне себе А Ну Virtus.pro Это тоже Одна из моих Любимых команд В свое время Была Всегда говорил Ну и буду говорить Что вот В команде Есть игрок Год Правильно? Да Я считаю Что это Один из самых Сильных Мидеров В доте Ну на уровне Миракля И Всегда была Проблема Virtus.pro В том Что он Всегда тащил Еле-еле Свою команду То есть Вот всякие там ФНГ Кто там Шел с командой Забыл? Иллидан Да Вот Всегда говорю Что если вы Из команды Уберете ФНГ Иллидана То эта команда Она будет занимать Первые места Иллидан ушел Остался ФНГ То есть Убирает ФНГ Будет занимать Первые места А сейчас Она ничто не сделает Абсолютно Ну я бы Все-таки С этим поспорил Давай конкретнее Silent Огромный опыт игры Действительно В империи Он по-моему Чуть ли не 3 года Был Самое большое колесо Игры и побед На про-сцене На декабрь 15-го года Сигнатурный герой В мете Это Герокоптер И Джиггернаут Год на миде Один из лучших мидеров Если уж не мира То СНГ Точно Играет с 2008 года Участвовал еще На первом Интернешнале Участвовал В проекте ЛГД Интернешнл Играет в Виртус Про Уже третий год Два с половиной года Сигнатурный герой Квапа Постоянно Появляется У нас В этом патче В пиках Но в оффлэне Стоит Фобос Большой пул Героев Стабильная игра Один из Действительно Самых надежных Игроков И если вспомнить Его Брудмазер Который Как я слышал Фобос Научил Один из Игроков Паба То действительно Фобос Лично мне нравится На сложной линии Лил Опять же Называют Одним из Самых талантливых Саппортов Самых стабильных Интересных Тот же самый Визаж Его Безумно Страшное Зрелище И в принципе ФНГ Также я считаю Один из лучших Капитан И драфтер Ну как минимум СНГ Проблема этой команды В том что За патч 6.86 Не так-то много Матчей отыграли Брали Death Profit Брали Вингу И я считаю Что на Шанхае Виртус Про Должны удивлять Возможно Это будет Дроу Рейнджер И Визаж Возможно Это будет Кэрри И Винга И единственное Что мне тяжело Это играть Но вряд ли Виртус Про Займут первое Второе Третье Вряд ли даже Воймут В топ 5 Скорее всего Это будет Знаете Некоторое Определение ролей В СНГ регионе Определение Опять преимущества То есть Если они уже Зайдут выше Чем Team Spirit Виртус Про Будут по умолчанию Первая команда В СНГ регионе И я думаю Что Виртус Про Даже не выиграв Этот турнир В принципе Займут высокое место Возможно Они удивят всех Ну я еще хочу Добавить Да Я согласен Что все Игроки хорошие Ну опять же Кроме В СНГ Это мое мнение Если бы мы Убрали В СНГ Например Да И сделали Лидером Гуд Ну или Год То Однозначно Команда Будет добилась Большего Мне кажется В СНГ Он не сможет Выйти за пределы Там шаблонов Там Дроу Рейнджер Висаж Да Так его просто Будут банить И все Команда разваливается Мое мнение Что ну Топ 7 Топ 6 Топ 7 Топ 6 Мажор Это вполне неплохо Хотя я надеюсь Повыше Я согласен С местами Но не совсем Согласен С мнением Насчет ФНГ Все таки По моему Довольно Талантливый Капитан Талантливый Трафтер Может он Удивить Ну и Я не знаю Кого могли бы В СНГ За место ФНГ Чтобы все Было лучше Этой команды Так что Конкретно Твое мнение Насчет Виртус Про Я сказал уже Топ 7 Топ 6 Скорее всего Они должны Пытаться Занять Хорошо Против них Будут играть Тим Ликвид Мантуба Мэн Кэрри Фата Соломит Майн Контрол Хардлиния Джиракс Семи Саппорт Куроку Фулл Саппорт Три игрока Так Два игрока Германии Два игрока Финляндии И Болгария Насколько легко Они вместе Насколько легко Им действительно Общаться Друг с другом По ходу игры Я не знаю Но команда Обладает Вполне Неплохим стилем Достижения В этом сезоне Судя по достижениям Кстати Общаются они Достаточно легко Потому что Это и первое место На The Defense В пятом Это третье место На World Cyber Arena Это третье Четвертое На Starladder В этой команде Есть Великолепный игрок Джеракс У которого есть Великолепный Герой Air Spirit Который сейчас Вот появился Наконец-то В Кэптусмоде И который Собственно Просто разрывает Сейчас Профессиональную сцену Если Если этого героя Не будут Против них Банить В каждой игре То Ликвиды Будут Конечно Делать Какие-то Невероятные Вещи С ним Скорее Всего Ну и в целом Они тоже Являются Довольно Сильной Командой Им тоже Можно Пророчить Какие-нибудь Те самые Седьмые Шестые Места Но попадание В топ-8 Меж точно Должно быть В этой группе Тоже Одни из Фаворитов Кстати Стоит За месяц Ну Тим Ликвид Тоже Молодая Команда То есть Была Одна Команда Потом Собрали Заново Состав Куроки Все Мы его Прекрасно Знаем Считаю Что Команда Однозначно Сильнее Чем Колы Которые В этой Же Группе И Скорее Сего Она Даже Сильнее Чем Virtus Pro Bullet Так То есть Ты считаешь Что Команда Ликвид Пройдет В Получается Верхнюю Сетку Уже Итогового Этапа Правильно Да Я так Думаю И Вторым Участником Ну Скорее Всего Я думаю Что Это Будут Ег Вряд ли Это Будет Иначе Ег И Ликвид Правильно Правильно То есть Ег Выигрывают Уколов Я Так Лично Считаю Virtus Pro И Ликвид Как Вы Думаете Virtus Pro Ну Он Небольшой Но Он Тоже Есть Но Скорее Все Все Так Ну Я Уже Сказал Ликвид Да Я Буду Верить Virtus Pro Virtus Pro До Победного Да То есть Ег Я думаю Все Согласятся Что Должны Выходить Из Группы Давайте Не будем Так Обсуждать Эти Матчи Выходит Ег И Не Ликвид И Ликвид Правильно Сейчас Я впервые С вами Не Соглашусь Выйдут Virtus Pro Ликвид Не Выйдут Это Мое Мнение Я Надеюсь Что Так И Будет Итак Мы С вами Обсудили Все 16 Команд Обсудили Составы Сильные Слабые Стороны Шансы На Попадание Я думаю Что Пора Выводить Итоговый Хотя бы Топ 3 Давайте Ваши Личные Топ 3 Всего Мейджора Давайте Начинаю Снизу С третьего По первое Место Так С третьего По первое Место Да Я Сейчас Немного Нестандартно Распределю Наверное Места Не так Как Пророчат Все Комментаторы Аналитики И так Далее Я скажу Что Третье Место Будут ЕГЭ Второе ЕХОМЫ И Первое Алайенс Такое Очень Смелое Предположение Но Я верю Все Так В шведский Корректив Так Я Затем Таким Образом Да у меня Третье Место Будут Сразу Две Команды Я Не Смог Определиться Какую Из них Оставить Какую Выкинуть Третье Место Или Альянсы Или ОГ Второе Место ЕГ И Первое Место ЕХОМ Так Мое Мнение Третье Место Займут ОГ Второе Место Займут ЕХОМ Первое Место Займет Команда Avial Geniuses И Virtus.pro Получает Приз Зрительских Симпатий Лично От тебя Лично От меня И Я Надеюсь От Цель Действительно Хочется Чтобы Мейджор Появился Интересным Команды Смогли Нас Удивить И Если Нас Могут Удивить Команды Из СНГ Я Думаю Будет Приятно Каждому Болельщику СНГ Потому Что В то Время Когда Команды Играют На Мейджоре Не Так Уж Важно Болеете Ли Вы За Них Или Не Болеете Если Не За Ваш Регион Я Думаю За Них Нужно По Умолчанию Немножечко Так Хотя Скромненько Но Болеть Старт Мейн Ивента Запланирован На 2 Марта Завершится Он 5 Марта То Будут Некие Паузы Соответственно Воскресенье 28 Числа Закончится Групповой Этап Два Дня Мы Составим Обзор После Группового Этапа Посмотрим Перспективы Посмотрим Как Распределились Команды Какие Попали В верхнюю Сетку Какие В нижнюю И Какие Итоги Нашего Прогноза На Групповую Стадию Подведем Напомним Что Сегодня Такую Аналитику По Мейджору По Составам Командам Участникам И Перспективам Проводила Для вас Студия Проказ Тома Мод Окс И Приглашенный Гость Арксплей Которого Надеюсь Мы Еще Не раз Увидим В наших Трансляциях Обзорах Эту Аналитику Шанхайского Мейджора Мы Провели Для Крупнейшего Новостного Портала Обозреватель Для Подраздела Киберспорт Крупнейший Новостной Портал На территории Украины Заходите Читайте Свежие Новости Будьте В курсе Всех Событий Всем Пока 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 Пока